всем привет сегодня у меня будет такое себе видео распаковочка вот потому что я нашла вот такую классную штуку алмазная мозаика вот от идейки вот я очень люблю на самом деле эту фирму потому что они делают классные картины по номерам на так как рисовать я в общем-то не очень умею то это как раз для меня а вот нервы успокаивает и что-то красивое вот и я нашла вот такую вот картину ванглока вот мне очень нравится ванглок поэтому предлагаю посмотреть что там внутри так в общем вот я достала то что было прикольно то есть тут заклеен получается наверное рисунок тема чем-то кстати напоминает схему для и вот показано что мы контейнерочек насыпаем давайте почитаем инструкцию инструкция на украинском языке так состав набора полотно и с изображением натянутая на подрамник с подкладкой таблица так вид повидности это наверное соответствие к ней клейки шар и защитная пленка это вот то что сверху на картинке белая видели лоток пинцет стилус гель-клей три запасных палетки для стразов так алмазная мозаика кристаллики с квадратной основой и фирменный как же делать эту всю красоту инструкция подготовьте рабочее место ровную поверхность сухую хорошо освещенную каждому символу на схеме соответствует свой цвет страз смотреть по таблице номер два выберите потребующий цвет страз и насыпьте его в лоточек если лоток немножко потрусит сразу повернуться лицевую сторону стороной вверх отогните небольшую часть защитной пленки откуда основания с помощью пинцета не трогайте руками защитную пленку или клейкое основание берегите клейкий шар от сыпучих предметов пыли и контакту контакта с ворсистыми изделиями так предметами или шерстяными покровом а с шерстяным покровом животных не отгибайте всю защитную пленку пленку от основы не открывайте а не отрывайте отогнутую отогнутую часть пленки так наконечником стилуса нажмите на край гель-клея потом прикоснитесь к стразам и перенесите и его соответственно символы на схеме аккуратно нажмите для лучшей фиксации нас снова страза необходимо приклеивать так чтобы они плотно прилегали одна к одной и попадали ровно по контуру в разум размеченную сеточку на основы картину удобнее выкладывать по рядам а не по цветам по окончанию работы не забывайте прикрыть заполненную часть отогнутой пленкой это поможет сохранить работу в аккуратном виде до ее завершения рекомендуем ой господин бережливо относиться к полотно в процессе работы в общем вот схема вот сами сразу квадратненькие пинцетик стилус коробочка и к сожалению сложно понять она все вот это вверх а вот это подхватить нереально она приклеена я скорее сейчас поцарапаю все все полотно чем попробую начать я опять это как всегда делаем на кровать если честно на кровать это делать вполне удобно вот так и давайте будем с вами посмотреть у нас вот я уже делала пинцет вот пинцет мы отодвинем угол пинцетик вот смотрите вам сейчас попытаюсь показать тут видите на кончике идет как маленькая дырочка плохо к сожалению видно не знаю каково сфокусировать так что вы увидели не очень получается очень много предметов она не хочет фокусироваться тут не дырочка тут короче в поле ну как выемка вот если честно вам признаться вот допустим у меня будут цвета семь двадцать три двадцать четыре двадцать пять они по тону фактически не отличаются и допустим если я их насыплю в тарелочку да вот эту вот я их потом просто не смогу различить вот поэтому я их буду насыпать в общем то прямо на на наш сам рисунок вот чтобы не было более понятно ну допустим 25 я насыплю сюда вот давайте чуть-чуть ну сказать что они прям все таки раз 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 и перевернулись то как бы в общем то не особо вот и попробуем прицепить сначала эти 25 потыкали мы в общем-то в этот клей не знаю что он дает может типа как бы магнитится вот и попробуем сейчас у нас 25 этапа если честно она его не берет что я делаю не так так все равно не берет держишь приоткрыла вроде его под клей и натыкала руки так 25 это у нас по натыкать конечно скажем так сложновато у людей у которых плохое зрение будет очень тяжело увидеть края этих ячеек в которые нужно как бы попасть и очень большое упущение что вы тут вот на краю нету скажем так какой-то округленности до которое можно было бы скажем так придавить тот же самый стразик ну вот видите все у меня уже съехала к сожалению до пинцетом если честно как по мне было бы гораздо это проще делать потому что ты пинцетом положил сразу можешь подправить еще и придавить вот подозреваю что откровенно говоря это надолго ой где тут у меня потому что очень сложно попадать в базике вы конечно сейчас пинцетом взять и пинцетом ну скажу вам честно мне пинцетом допустим проще вот но все равно все равно все равно это надолго потому что контур очень очень много как бы очень тоненький контур этих скажем так обозначение стразиков где они должны быть и и увидеть его сложновато вот поэтому даже не знаю ну попробую и потом нам станет понятно имеет ли место быть вот ну конечно вероятнее всего и рукой немножко закрываю сейчас вам покажу ближе смотрите вот на камере если честно эти линии видно немножко более четко чем в жизни потому что она очень сильно отсвечивает вот и сейчас я вам покажу как наносить скажем так стилусом ну допустим у нас вот есть по сейчас ли его хорошо но в общем то мне пинцетом немножко немножко лучше это делать вот ну в общем то дальше буду вам показывать уже потихоньку во что превращается эта работа ну что ж честно скажу вот это вот я делала минут примерно 20 всего лишь маленький кусочек вот и дальше я буду уже наверно коллажиком до окончания работы показывать степень фотографиями вот ну и поделюсь с вами впечатлениями ну что ж половина картины уже позади ну что ж половина картины уже позади вы видите сами по фотографии вот на нее я потратила наверное уже недели полторы потому что к сожалению не очень времени было ну и как бы это много времени занимает вот но смотрится пока очень красиво есть конечно несколько нюансов вот по поводу таких картин но я с ними ну и ними с вами поделюсь уже по окончанию и как бы своим впечатлением ну что ж у меня почти финишная 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 прямая у меня осталось вот кусочек вот так что потом буду заказываться что-то заговаривать заканчивать ну что ж моя геолокация которая зовется кроватью я ее наконец-то сделала я ее закончила это дичайший восторг это просто этого у нас мозга если честно потому что для меня это было тяжеловастенько даже по причине того что это долго вот и вот по окончанию я могу сказать свой вердикт о алмазных картинах некоторые это называют алмазная вышивка вот покупала я компания идейка вот что я могу сказать восторг полный во-первых смотрите какие красивые как красиво подобраны цвета вот очень красиво подобраны цвета делать сложновато вот покажу вам ближе видите потому что есть просветы ну так как заполняю сначала я заполняла как рядами вы видели по фотографиям вот ну если сдалека то в общем то этого не видно вот очень нравится очень круто единственное что сразу мой совет или по ходу или по окончанию работы надо чем-то тяжелым ну как бы по стразикам пройтись вот потому что видите тут вот эта вот клейкая пленочка вот вот она не везде приклеена к самой картине даже ну и вообще как бы эта клейкая пленочка в дальнейшем однозначно пересохнет к сожалению ну как бы это по опыту двухсторонних скотчев а это грубо говоря двухсторонний скотч но я надеюсь что этого не случится вот то есть по ней нужно проехать чтоб все или понажимать или вот так вот руками вот я вообще положила тряпчушку и прошлась утюгом но не включенным конечно ну что продавить все и они все стали на место потому что они отходят вот а так это полный восторг для тех кто любит подобное кропотливую скажем так работу я вот советую потому что ну это это просто это очень круто смотрите ну это это очень красиво это прям вау восторг у меня кстати по моему такого же плана есть идейка начатая но картина которая рисуется красками вот и я думаю что я вам ее покажу тоже и сделаю сравнение идейки стразиками и красками вот такая вот красота так как у нас сейчас снят телевизор временно я не выдержала короче повесила ее тут в комнате вот вообще просто не могу налюбоваться так что покупайте в общем то это это очень круто вот это занимательно конечно стразики во всей комнате валяются но это такое вот не болейте веселого вам карантина всем пока вот вот